События в колонии, новые подробности. Следственный комитет продолжает разбираться в истории, которая случилась в ИК-9 ГУФСИН по Пермскому краю. Возбуждено уголовное дело по факту халатности, допущенной сотрудниками этого учреждения. По версии следователей, в колонии произошла целая цепочка событий. В результате халатного отношения к исполнению должностных обязанностей сотрудниками ИК-9 22 сентября 2019 года осужденными, отбывающими наказание в исправительной колонии, было совершено тяжкое преступление в отношении другого осужденного. После чего на территории учреждения произошла драка между осужденными, в ходе которой более 10 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Напомним, ранее проект ГУЛАГУ.НЕТ опубликовал видеозапись, сделанную в Соликамской исправительной колонии. На кадрах видно, как заключенные бьют и унижают одного из осужденных. Об истории происхождения этого видео на своей странице в Фейсбуке рассказал Владимир Осечкин, основатель ресурса ГУЛАГУ.НЕТ. Основатель проекта Владимир Осечкин сообщил, что подозреваемые нарушили закон по указанию оперативников. По его словам, потерпевший отказывался платить взятки оперативникам, а также подписывать явки с повинной в преступлениях, которых он не совершал. Кроме того, в интернете появился еще один ролик. На этой записи фрагмент общения с человеком, который заявляет, что именно в отношении его и были совершены преступные действия. Дмитрий Анатольевич, хочу сказать, дальние насильственные действия в колонии ИК-9 были совершены *** совместно. Хочу сказать спасибо сайту ГУЛАГ за распространение данной информации. Показания будут давать какие-либо в суде, не важно где там, в ходе ревоперского суда. Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении осужденных, которые издевались над другим заключенным. Также в этой истории разбираются сотрудники Центрального аппарата ВСИН Россия и прокуратура. Громкое ДТП на особом контроле. Дело, связанное с аварией, в которую попал автобус 53 маршрута, перешло в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета. Напомним, в результате этого дорожно-транспортного происшествия два человека погибли и более 30 пострадали. Как сообщает издание «Коммерсант Прикамья», речь идет о деле, возбужденном по статье оказанию услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Изначально оно возбуждалось как безфигурантное. При этом практически сразу силовики сообщили, что в качестве основной причины ДТП рассматривается техническая неисправность автобуса. Как утверждают собеседники «Коммерсант Прикамья», в итоге дело было передано в первый отдел в связи со сложностью расследования и широким общественным резонансом. Потолки обвалились, перекрытие наладом дышит. Но многоквартирный дом в Закамске замерзает и страдает от коммунальных бед. Ремонта здания не видела приличный период времени. И накопившиеся проблемы решать никто не спешит. Елена Яговцева продолжит. По словам жителей, коммунальщики боятся даже сюда заходить, а курьеры оставляют платежки на лавочке у подъезда. Этот двухэтажный дом на Полтавской в буквальном смысле дышит на ладан. Потолки обваливаются то тут, то там. Хозяева спать ложатся с лапаской. С карб переместили ближе к дверям и вздрагивают от каждого шороха. Спирога отвалилась вот в этой части, потому что намокала-намокала крыша и в конце концов штукатурка с потолка лопнула. А это уже со временем от того, что крыша как сито, как решето, ну, соответственно, и протечки идут. Люди говорят, что комиссия признала здание аварийным и непригодным для жилья. Но никаких мер пока не принято. Между тем случилось новое обрушение потолка. На этот раз ЧП произошло, когда в комнате спали дети. Хозяева вспоминают, несмотря на дневное время, из-за поднявшихся клубов пыли в помещении стояла кромешная тьма. Просто я зашла, они все вот так вот трясутся, то, что потолок упал на них. Испугались, просто-напросто испугались. Девочка, она такая же слепая, как и я, в очках. И просто это все в глаза попало. А в общем коридоре у нас пол прогибается. Я боюсь даже провалиться вниз. Вот не остаться бы на первом этаже. Последний раз эту двухэтажку по адресу Полтавская, 7, ремонтировали 30 лет назад, говорят местные жители. За десятилетия кровля здания превратилась в решето. Провисло чердачное и межэтажное перекрытие. Покосились оконные проемы и стены. И главное, практически полностью вышло из строя инженерное оборудование. Оно не готово к подаче тепла. Все везде, в каждой площадке, обваливается. Сантехника, которая находится в отоплении, вода в верхней части дома на крыше, она стала рваться. В каждой комнате стали появляться протечки, обрушения. Мы обратились за комментариями в администрацию Перми. Как сообщили в Управлении жилищных отношений, дом, расположенный по адресу Полтавская, 7, включен в программу по расселению аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2019-2025 годы. Что касается теплоснабжения, то оно якобы поступит в дом. По данным управляющей компании, в ближайшее время тепло в дом будет подано после проработки технических вопросов с ПСК. Расселение данного дома планируется проводить после 2021 года. В целях обеспечения безопасных условий для проживания администрация Перми может предоставить жителям жилое помещение маневренного жилого фонда на период до расселения дома. По всем вопросам жители могут обратиться по указанным номерам. Насколько конкретно растянется это ближайшее время, в мэрии не уточнили. С одной стороны, люди ждут холодов, чтобы перестало течь с потолка, а с другой – не понимают, как жить в мороз без тепла. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Любым способом поставить на ноги. Такую цель поставили перед собой пермские зоозащитники. У них в руках оказался котенок, обстрелянный в березняках неизвестными живодерами. На теле патрона, так уже прозвали кота, обнаружили 9 ранений. Две пульки от пневматического оружия повредили позвоночник. Но шансы на восстановление есть. Подробности об этой истории расскажет Юлия Алеева. Когда мы просто его взяли и посмотрели, что из него торчат пульки, мы просто удар речи потеряли. Пермский зоозащитник Сергей Шахторин рассказывает об очередном случае человеческой жестокости. На днях в Верхнекамье люди подобрали котенка с перебитыми задними лапами и уже подумали, что следует его усыпить. Но волонтеры решили спасти животное. Привезли в Пермь в одной из ветклиник. Визуальный осмотр и рентген показали наличие в теле 9 пулик от пневматики. Половину из них, в том числе и из позвоночника, удалось извлечь. Остальные пока не несут угрозы коту по прозвищу Патрон. И шансы на восстановление есть, считают специалисты. Сейчас он находится у меня на реабилитации. Каждый день мы будем появляться в клинике, чтобы осуществить динамику. И вчера первые успехи он начал вставать. Травмы у него старые. Это не получены были выходные накануне. То есть травмы примерно неделя-полторы. Как он выжил, я не знаю. Что он испытал, тоже без понятия. У него завышенный болевой порог из-за этого теперь. В группе ВКонтакте «Зоозащита Пермь» теперь регулярно появляются новости о Патроне. На помощь в восстановлении уже откликнулись неравнодушные пермики. По словам Сергея, если реабилитация пройдет успешно, котенку будут искать новый дом. Желающие уже объявились. И это люди не только из Прикамья, но и из других регионов. Что подрошу? В предыдущих выпусках новостей мы рассказывали о похожем случае. Кота Степана в Нытве нашли также с девятью пульками в теле. Одна из них попала в глаз. Местные волонтеры и неравнодушные люди смогли оперативно помочь коту. Прооперировали его тоже в Перми. Часть пуль извлекли. Впереди вторая операция. Мы закончили обследовать Степку. Анализы хоть в космос. Почти. По УЗИ немного барахлит сердечко. Пули ввиду долгого нахождения в организме закапсулировались. Создали вокруг себя оболочки. А это очень хорошо. Значит, опасности они не представляют. И не будут отравлять организм окислением. УЗИ глаз показало, что один глаз в печальном состоянии. И уже перерос в опухоль. Его и будут оперировать. А вот глаз, который был прострелен за две недели, стал значительно лучше выглядеть. Его и убирать не будем. Напомним. По Нытвинскому случаю полиция начала проводить проверку. Между тем, зоозащитники, спасшие котенка в Березняках, сообщили, что кошек и собак с аналогичными ранениями немало. А вот вычислить таких бездушных стрелков-живодеров крайне сложно. Юлия Алеева, Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Придется раскошелиться. Тарифная комиссия при администрации Перми рассмотрела вопрос, связанный с увеличением платы за проезд. Предполагается, что цены на услуги городского общественного транспорта вырастут. За базовую величину власти решили взять 26 рублей. Это предложение еще предстоит рассмотреть депутатам Гордумы. На рассмотрение депутатов Пермской городской думы будет вынесен тариф на проезд в общественном транспорте в размере 26 рублей. Также изменение предусматривает предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте. По новой методике расчета стоимости разового билета за наличное может составить 26 рублей. За безналичный расчет 24 рубля. Эти цифры являются средними показателями по городам Приволжского федерального округа. Что же касается проездных для нельготных категорий граждан, то здесь пока новостей нет. В будущем они, возможно, появятся. В профильном департаменте администрации Перми сообщили, что этот вопрос по-прежнему прорабатывают. И в перспективе пермяков все же могут порадовать внедрением транспортных карт с разнообразными тарифными решениями. Угнал машину и помчался замороженным. Сотрудники полиции устанавливают личность злоумышленника, который похитил автомобиль Жигули. 12 сентября около 4 ночи злоумышленник уселся в Вазовскую четверку во дворе дома на Екатерининской 117. Из Ленинского района он укатил в Мотовилиху и доехал до остановки Язовая. Там и оставил транспортное средство. Сам зашел в магазин, купил минералку и мороженое. После скрылся. Продавец магазина рассказала, что от мужчины пахло алкоголем. На вид ему 30-35 лет, рост около 170 сантиметров. Он был одет в куртку черного цвета и синие джинсы. Всех, кто обладает информацией об этом мужчине, просят обратиться в полицию. Дворец «Вчера, сегодня, завтра». Выставку с таким названием открыли в ДК имени Калинина. Экспозицию готовили на протяжении лета. Участвовали в ее создании не только сотрудники дворца, но и те горожане, чья жизнь так или иначе была связана с бывшим ДК карбюраторного завода. На выставке одной из первых побывала Татьяна Овсянникова. От 70-х годов прошлого века до наших дней экспозиция выставки во Дворце культуры имени Калинина насчитывает более 100 уникальных экспонатов. Каждая из них – часть истории коллективов дворца. К примеру, на этом моноцикле 30 лет назад занимались воспитанники цирковой студии. Цирковая студия во Дворце Калинина существует и сейчас. Также здесь занимаются музыкальные и танцевальные коллективы. Их сотрудники активно участвовали в подготовке выставки. Они и предоставили ее организаторам советские музыкальные инструменты, костюмы и реквизит, некоторым вещам без малого полвека. Это оригинальные туфли, в которых занимались танцовщицы из коллектива народного танца «Испанский танец». По сей день занимается у нас коллектив азбука танца. И вот в тех самых туфельках. Эту гимнастерку шили прямо во дворце, в мастерской по пошиву костюмов, которая существовала здесь в советские времена. В 1985-м в ней выходил на сцену один из актеров постановки «О зоре здесь тихие» по повести Бориса Васильева. То, что гимнастерка сохранилась – большая удача. В 2001 году в ДК произошел пожар, который уничтожил большую часть вещей, хранившихся в костюмерной. Восстановить память о прошлом помогают и фотографии из концертов разных лет. Многие из них принесли пермики, чья жизнь так или иначе была связана с ДК Калинина. Всего удалось собрать около 200 снимков. Мы отобрали только самые интересные. Также у нас еще параллельно с нашей выставкой идет конкурс видеоисторий. Ролики уже есть на нашем сайте ВКонтакте, где все смогут выбрать самую лучшую историю. Постепенно, когда построили дворец, мы уже к тому времени выросли, начали сами преподавать. Я сейчас вот здесь преподаю в этом дворце, начиная с 1986-1987 года. Веду танцевально-спортивный клуб «Светлана». В то время он назывался коллектив «Малышок». Выставка «Дворец вчера, сегодня, завтра» открыта до 1 ноября. В течение месяца можно не только увидеть памятные экспонаты, но и рассказать свою историю о ДК Калинина. Итоги конкурса истории подведут на официальном сокрытии выставки. Татьяна Овсянникова, Михаила Сетров, Телевизионная служба новостей.